Доброго времени суток всем, кто смотрит сейчас этого видео. Недавно я получил посылку с Алиэкспресс вот с такой замечательной вещью. Замечательная она может быть не для всех, а для тех, кто имеет экшн камеры, спортивные камеры, экшн камеры, камеры GoPro или китайские камеры. Вот это называется механический ручной видеостабилизатор. Это аналог конструкции GoPro для камер GoPro, американских камер, американская конструкция. Но этот непосредственно, этот стадикам, как еще он называется по-американски, по-английски, это китайское производство, аналог китайский. Он мне пришел, я его приобрел на Алиэкспресс, пришел вот в такой упаковочке, так он был упакован. Имелась к нему инструкция, ну, имелась к нему, сейчас имеется, естественно, вот эта инструкция. Небольшой такой листик, ксерокопированный, будем так сказать, может быть, на английском и китайском языке, ну, довольно таки все понятно предельно для тех, кто разбирается. Ну, можно, в принципе, перевести английский, можно сказать с помощью приложения переводчика, который имеется на Google Play. Так вот, стадикам, для чего же он нужен? Он нужен для того, чтобы погасить нежелательные всплески во время движения, во время съемки, погасить дрожание рук, погасить удары шагов при движении. Ну, то есть, стабилизировать ваше видео, если в камере нет электронной стабилизации. Но даже электронная стабилизация, она не в состоянии погасить все паразитные всплески. Из чего же он, как же он состоит? Ну, вот это вот такая дугообразная штанга, на которой крепится противовес и подвижная платформа. А также здесь имеется ручка с замком крепления, фиксацией вернее. При отжатии этой кнопки замок отпускается и ручка свободно вращается в шарнирном блоке, в этом шарнирном блоке, как в подшипнике. В комплекте также имелись три грузила. Сейчас мы их извлечем. Один, второй и третий. Они все разные по размеру. Большой такой бочоночек и две таблетки. Ну, чем отличаются, вот именно этот элемент отличается от американского аналога, стадикама. Во-первых, там также имеется большой грузил, бочоночек. Затем идет средний по объему, как вот две этих таблетки. И третий таблетка эта маленькая. В китайской версии только две таблетки. Большой и две таблетки. Ну, не знаю, я не пробовал регулировать стадикама американского производства. Мне посчастливилось только работать с китайской версией. В чем еще разница китайского стадикама от американского? Ну, это естественно в цене. Стоимость американского стадикама оригинального в интернете она минимальная 46 долларов. От 46 и выше. Непосредственно этот стадикам был компанией GoPro изготовлен для своих экшн камер. Hero 3, Hero 4, Hero 5, Hero 6 и 7. То есть, естественно, предназначены эти грузины для того, чтобы отрегулировать противовес и центр тяжести этих камер. Ну, китайский аналог, он предназначен в первую очередь, ну, как и для GoPro, так же и для камер китайского производства. Их такое количество, что я даже затрудняюсь вам сказать, сколько же различных модификаций этих камер. И оригинальных, и подделок. Ну, мне попалась одна подделка. Я ее использую как полигон для экспериментов. Прежде чем ломать хорошую камеру, надо практиковаться на подделке. Она же все равно подделка. И не соответствует всем стандартам, которые заявлены. Так вот, это вот отличие ценовое. Чисто внешне. Внешне здесь на американской версии написано стадикам и, ну, еще тут одно слово дополнительное. Поэтому сразу вы узнаете, что здесь стадикам американский, потому что это слово. И кроме того, вот на этой рядом с платформочкой, вот здесь на этой штамге, имеется Т-образная меточка. То есть, она необходима для регулировки платформы, на которой крепится сама камера. Вот такие чисто внешние различия. Как же нам пользоваться этим стадикамом? Ну, очень интересная вещь, конечно. Вопрос интересный. Ну, в первую очередь, можно его использовать как ручной механический стабилизатор, видеостабилизатор. Во-вторых, можно его использовать как монопод, если вы будете его в фиксированном состоянии. Использовать так держать или так держать. Вот, то есть тоже удобно. Я уже это испытал, пробовал. Но, в первую очередь, он необходим, конечно, как стабилизатор. Как стабилизатор. Стабилизатор для работы необходимо подготовить. А как подготовить? Надо его отрегулировать. Вот, как его отрегулировать, мы сейчас этим займемся. Ну, в первую очередь, надо вставить грузило. Большой. Ну, из своего опыта я вам скажу, что лучше вставлять сразу все грузила. Сначала большой, он свободно вращается. Хоть здесь есть силиконовые, есть вот такие вот силиконовые жгутики. Кольца они фиксируют. На некоторых есть силиконовые, на некоторых резиновые. У меня вот силиконовые. Закрываем вот этой таблеткой одну дырочку, отверстие. Затем закрываем вторую дырочку, отверстие. Выравниваем их где-то примерно по центру. Потому что потом мы будем регулировать все равно, перемещать вправо, влево. Кроме того, этот противовес, он еще вверхится, вращается здесь. Вот, поставили. Теперь нам надо что взять? Камеру. Берем камеру. Берем камеру. Есть два варианта использования. Камера в аквабоксе и камера в рамке. Можно крепить и в рамке, и в аквабоксе. Но сразу предупреждаю вас из своего опыта. Мне, конечно, всегда больше нравится снимать, если это не в воде, на суше, в рамке. Ну, во-первых, звук есть, который впоследствии можно отредактировать в аудиоредакторе. И не надо ничего придумывать дополнительного, если этот звук нужен. Ну, и я так считаю, что лишнее стекло перед объективом, это тоже не всегда хорошо. Ну, и в-третьих, у меня есть еще съемный объектив с изменяющимся фокусным расстоянием. Ну, естественно, зумом с 12-кратным зумом, который я периодически устанавливаю на камеру. Естественно, снимаю. И мне удобнее снимать, используя эту рамку. Но долгие эксперименты и попытки удачного использования стедикама с камерой в рамке меня привели, ну, не только в рамке, но и в аквабоксе, привели к выводу, что стедикам лучше использовать, когда камера находится в аквабоксе. И, скорее всего, конструкторы так и рассчитывали, когда создавали этот стедикам, что камера будет защищена аквабоксом. Не обязательно это будет глухой аквабокс, потому что вот в комплекте моей камеры... В комплекте моей камеры... Рабочая камера, не та, которая у меня в качестве полигона. Имеется еще и задняя крышка аквабокса с прорезями, которая позволяет снимать не в воде, а на суше в сухой обстановке. И пропускает звуковые сигналы. Поэтому можно использовать ее. В аквабоксе здесь будет практически изоляция от звуков. Камера называется MBEST 4K 30fps Wi-Fi. Но еще я вам добавлю, что здесь процессор V3. И практически все камеры с VT-процессором, они имеют общую конфигурацию, имеют одну и ту же прошивку программное обеспечение. И они только могут сейчас в названиях. MBEST, там еще как-то. Ну, разные. Просто без названия. То есть без бренда MBEST или еще какого-то бренда. Просто 4K 30fps Wi-Fi. Такие камеры есть. Разные. Поэтому я использую эту камеру. Она мне очень нравится. Единственный недостаток, что я ее когда приобретал, то продавец в описании камеры написал, имеется электронная стабилизация. На практике этой электронной стабилизации не оказалось. Сама камера обошлась мне 36 долларов. Очень хорошая комплектация. Стандартная комплектация. Замечательная. Но я не брал другой комплектации. Высокой, более дорогой. По той причине, что у меня уже были два резервных аккумулятора. У меня уже был монопод. У меня уже был такой аксессуар для использования камеры на голове. У меня уже был мини-кейс для камеры. Такой замечательный мини-кейс среднего размера. Их три размера. Маленький, средний и чуть побольше. Вот у меня средний. У меня в этот мини-кейс вмещается все, что мне надо, даже больше. Ну а об мини-кейсе мы можем поговорить чуть позже. И вот камера, которую я использую в аквабоксе. Теперь мы будем... Я вам вполне официально заявляю, что использование монопода с камерой... Отставить не монопода, а CD-кам с камерой в аквабоксе. Это самый... Самый эффективный способ. Отставить. Я неправильно вставил. Камеру необходимо вставлять в CD-кам с фронтальной стороны. С фронта. Вот. Таким вот образом. Вы вставляете камеру с фронтальной стороны. И начинаете регулировку. Перед этим мы вставили грузил на место. Противовес. Отжимаем наш замочек. И смотрим, что камера у нас заваливается. Куда она заваливается? Она у нас заваливается по горизонту. Раз. Раз. Она у нас заваливается по вертикали. Надо ее отрегулировать. Каким образом? Ну, в первую очередь мы регулируем нашу вертикаль. Давайте немножко сдвеем грузик. Грузик. А теперь. А теперь нам необходимо. Сейчас мы будем ее регулировать. Так. Мы имеем. Во-первых, нам надо сейчас правильно выставить сам аквабокс. Аквабокс у нас должен быть параллельно платформе. Выставляем параллельно платформе и фиксируем его. После этого еще раз наблюдаем. Наблюдаем. Видите, у нас... Мы должны поставить ручку прямо. И камера у нас должна быть... Вот эта вот штанга дугообразная. Она должна быть по центру. Сейчас мы будем уравнять. Теперь нам надо выровнять эту платформу. Платформа у нас двигается. Если мы поворачиваем винт регулировочный вправо, она у нас двигается вперед. Мы ее двигаем вправо, двигаем вправо, двигаем вперед. Что она нам дает? Мое до упора практически. Она у нас завалилась назад. Видите? То есть... Камера у нас противовес поднялся. И камера завалилась назад. Значит, нам надо что сделать? Вернуть ее взад. Выворачиваем влево. Платформа с аквабоксом и камерой у нас уходит назад. До щелчка мы ее вывели. Вот. Что мы видим? У нас платформа идет вровень с горизонтом. То есть горизонтальное положение, идеальное горизонтальное положение. Даже мы можем немножко... Ну, учитывая, какой угол обзора вы хотите использовать для камеры, если вровень с горизонтом, значит мы немножко даже вот так вот отодвигаем назад. Где-то фиксируем. Вот таким вот образом. То есть выравниваем. Смотрим еще раз. Что у нас имеется? Нет. Многовато. Многовато. Отодвигаем. Вот так. Вперед. Еще вот так вот. Раз. Нет. Еще недостаточно. Смотрим. Еще можно даже опустить. Вот так вот. Давайте вот так вот. Вот так вот. И так что мы... О! Практически идеально. Вот мы с вами настроили. Давайте посмотрим по горизонту. У нас плоскость аквабокса. У меня есть на стенке там линии. И я смотрю горизонтальные, которые вымерены по уровню. И я вот по ним смотрю. Идеально выставлена верхняя плоскость аквабокса по горизонту. И по горизонту, и по вертикали. Если это вам видно, то вот вертикаль также выставлена. Теперь можно работать с этой камерой. Как работать? Не обязательно держать это так правило. Вы не сможете. Вот. Вы изменяете положение руки. Положение руки. Не очень сильно, конечно. Так чтобы... Если вы видите, вот так вот повернули же больше, чем положено. Она будет заваливаться. Но вы держите. Можете менять свою кисть. Кисть вращая. Только не цепляйте, конечно, противовес. Вот. Для этого нужна тренировка. Вы можете пальчиком повернуть, если ветром вдруг сдуло. А бывает, что парусность все-таки у камеры приличная. И когда боковой ветер, значит, или фронтальный ветер, он бывает сдувает. Поэтому вы можете фиксировать вот так пальцем. Можете придерживать свою камеру. С этой или с этой стороны, как вам удобно. Вы можете также вращать ее по окружности. Можете так вращать, как вам удобно. Можете так вращать. Можете регулировать кистью. Но все это приходит с тренировкой. Необходимо потренироваться. Минут сорок. Сначала в помещении, потом на свежем воздухе. И все у вас получится. Все получится. Я вам говорю, что я сначала долго мучился с рамкой. И у меня были результаты. Но они очень-очень-очень были несущественные. Когда я попробовал в аквабоксе, результат сразу стал намного эффективнее. Поэтому, если вы еще не купили этот CD-кам, и у вас есть экшн-камера, то не собирайте деньги на электрический. Я вам вполне официально заявляю. Выброшенный 200 долларов. Вы не будете так часто его использовать, чтобы купить свои 200 долларов. А мне обошелся этот CD-кам или механический ручной видеостабилизатор в 9 долларов на Алиэкспрессе. В Украине его можно купить в интернет-магазинах в Украине от 22 до 25, даже чуть больше. Ну, где-то 600. Минимальная 600 гривен цена. Там 22-25 долларов. На Алиэкспрессе, вот я в Украине, за 15 есть и больше. До 20 тоже долларов может доходить. Фирменный GoPro американский. Минималка 46 долларов. Поэтому, смотрите, что нужно. Есть другие. Более тяжелые, более массивные. Есть электрические. Механические более тяжелые. Вы знаете, вот когда долго ходишь с этим, рука устает и надо менять. А представьте себе, что тот порядка 700 грамм. А то, может быть, и больше будет весить. И я читал отзывы от покупателей. Они не очень довольны тем, подороже которой. Поэтому я вам рассказал о том, что имею и поделился своим опытом. Вы уже принимаете решение. Есть еще один нюанс. Вот этот шарнирный блок, когда я получил этот CD-кам, он постоянно тормозил. Но где-то в центральной части он тормозил и непонятные были какие-то движения. Вот невозможно. Он поворачивался у меня вместе с ручкой. Я посмотрел внимательно. Увидел, что здесь металлические части. Вот там металлический блестит. Капнул моторного масла полусинтетики. Минералку не советую. Полусинтетика-синтетика подойдет. Несколько капель. Потом раскрутил, раскрутил. И все стало замечательно. Просто великолепно. Он плавает. Выдерживает стабилизацию. То есть, все просто класс. Я в своем видео в конце приложу файл с тестированием. Я тестировал его при ходьбе, быстрой ходьбе. И тестировал при легком беге. Вы сможете с использованием стадикама, без использования стадикама, с использованием стабилизации, без стабилизации. То есть, в обоих случаях был стадикам. Но только в одном случае он со стабилизацией, а в другом просто как монопод использовался. Посмотрите, сравните. Устраивает вас или нет. Я во всяком случае, если мне надо идеальной стабилизации. После механической стабилизации использую программную стабилизацию. Получается вообще супер. Поэтому решайте, думайте, что вам надо. За 200 долларов или за 9. Все, пока. В следующем видео мы с вами поговорим о некоторых аксессуарах. Которые у меня есть. Которые я использую. Именно для этой камеры. Все, пока. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитрыono Ал sendo разобежит, квалифианий и autopторını вы его nellискли ! Энди десклиними через два показания. Все, hadn'tö've играл на свои альпы, haciendo одну в этот матч да не его! а жены на свою жизнь, а жизнь рада и служить их Продолжение следует...